Друзья, всем привет! Сегодня у нас жилой комплекс C-Wall Однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров Закончили этап инженерного ремонта И в этом видео покажу и расскажу Какие работы выполнены и какие материалы мы используем Сейчас вам покажу визуализацию из этого проекта Для того, чтобы вы понимали, что в итоге получится у нашего заказчика Прихожая выполнена в светлых тонах И контраст создает двери темного цвета На полу у нас керамогранит, потолок у нас будет натяжной Кухня выполнена в ярких, насыщенных, синих цветах Она будет выделяться и гармонично смотреться в светлом интерьере Также у нас есть большой обеденный стол на 4 человека Причем у нас квартира небольшая, но тем не менее Мы уместили такое большое количество посадочных мест В комнате у нас будет диван И напротив телевизионная зона с подвесной тумбой Подвесная тумба это всегда выигрышный вариант Потому что очень удобно убираться в квартире Визуализации мы делаем с нескольких ракурсов Для того, чтобы максимально понять, что в итоге будет И на этом этапе можно какие-то элементы скорректировать, убрать, либо добавить Ванная комната выполнена также в светлых тонах Плюс у нас есть акцентная стена Выполнена в темном керамограните с элементами мрамора и латуни Также вы можете видеть и стиральную машину, а также подвесной умывальник Все эти элементы желательно сделать подвесными для того, чтобы уборка не вызывала больших трудностей Владелец данной квартиры, подписчик нашего YouTube канала Как только получил ключи, сразу обратился к нам для реализации проекта И работу мы начали с разработки дизайна проекта И с момента начала проектирования до начала работ проходит от 7 до 10 рабочих дней Как только монтажный план готов, мы сразу готовы выходить на возведение перегородок Стены мы строим из газобетонного блока толщиной 10 см Это оптимальный материал с точки зрения цены и качества А также хорошие шумоизоляционные свойства При укладке перегородок не забывайте про армирование кладки Для этого мы используем базальтовую сетку Укладываем ее каждый третий ряд При возведении в местах, где у вас будут дверные проемы Не забывайте про перемычки Перемычки иногда делают при помощи арматуры Но арматура со временем провисает Поэтому оптимальное решение это два уголка 45 на 45 мм И что важно, полку мы заворачиваем вовнутрь То есть делаем пропил в блоке Для того, чтобы по бокам была максимальная адгезия у штукатурной смеси Если у вас полка вывернута наружу, то там штукатурка не будет держаться И прежде чем смонтировать уголок Обязательно красим его специальной грунтовкой по металлу Для того, чтобы он не поржавел и ржавчина не вышла наружу Через вашу покраску либо обои Очень важно на этапе возведения перегородок Сформировать правильную геометрию помещения То есть финально мы уже на этапе штукатурки Формируем углы 90 градусов там, где это необходимо А также параллели А вот на этапе перегородок То есть мы закладываем ту самую геометрию Если на этапе перегородок про это забыть То при помощи штукатурки придется потратить Большее количество смеси И это все влияет на расходы по ремонту При возведении стен не забываем оставлять демпферный шов То есть не доводим перегородки до потолка 2-3 см После возведения перегородок этот зазор запениваем При помощи монтажной пены Для чего это делается? Ваш сосед сверху будет делать ремонт Будет нагружать пусту перекрытия И эта плита может давить на ваши вновь возведенные стены Если сделаете жесткое закрепление И возможно появление трещин на ваших стенах Чтобы этого избежать Оставляйте зазор и пените его при помощи монтажной пены И вот закончили возведение перегородок И сразу приступаем к механизированной штукатурке На всех наших объектах мы штукатурим механизированным способом Во-первых, это быстрее А во-вторых, смесь замешивает машина, а не человек То есть на каждом участке стен Тактико-технические характеристики одинаковые И вы можете быть уверены, что ваша штукатурка Простоит именно столько, сколько заявил производитель После выполнения штукатурных работ Проверяем углы 90 градусов Мы сейчас находимся на кухне И вот этот угол у нас обязан быть 90 градусов Для того, чтобы ваша кухонная мебель Встала без каких-либо проблем И не забываем про ванную комнату Там у нас углы должны быть все 90 градусов На штукатурку действует аналогичное правило То есть не доводим до потолка в 2-3 сантиметра И если залезть на стремянку И посмотреть, что там под потолком То вы увидите слой штукатурки И начинается газобетон и пенный шов То есть у вас плита перекрытия Не давит ни на стену, ни на штукатурку Это очень важно И как только штукатурка закончена Сразу приступаем к монтажу черновой сантехники Вот такой водомерный узел мы собрали Здесь у нас есть все необходимое и достаточное Начиная от водных кранов Система защиты от протечек Проточного водонагревателя Редуктора давления Фильтра тонкой очистки Коллектор на горячую и холодную воду Не забываем, естественно, про компенсатор гидроудара И для того, чтобы сэкономить место Мы вместе с водой монтируем и систему отопления Вот у нас два отопительных прибора И два коллектора на подачу и обратку Очень много споров входит о том, что надо менять систему отопления от застройщика или не надо Кто-то говорит, что не надо ничего менять, застройщик несет гарантию Но по факту, если вы посмотрите акт балансового разграничения То увидите, что зона ответственности собственника квартиры начинается с порога Поэтому, если у вас будет протечка системы отопления от застройщика Все расходы на восстановление своей квартиры Квартиры соседа снизу Понесет лично собственные квартиры Застройщик всегда делает систему отопления тренебогую То есть огромное количество соединений, которые остаются в стяжке Когда мы систему отопления переделываем То у нас уже лучевая система, где минимальное количество соединений То есть максимально снижается риск каких-то протечек И даже если будет протечка, вы это увидите И еще дополнительный плюс Это боковая подводка к прибору отопления То есть подсоединение прибора отопления у вас происходит из стены Это эстетически красиво И при уборке помещения у вас ничего не будет торчать Никаких хромированных трубок Из вашей стяжки, из вашей инженерной доски или ламината То есть это удобно и красиво И вот мы закончили монтаж системы отопления И сразу приступаем к укладке шумонет Шумонет у нас укладывается по всей площади квартиры Заводится на стены на 5-7 сантиметров выше стяжки И после чего у нас уже укладывается стяжка Делаем ее полусухую Вне зависимости от объема Она делается ровно один день И здесь вот кроется один важный момент После того, как вы сделали стяжку В течение 5-6 дней Вам необходимо ее проливать водой И укрывать пленкой То есть пришли, пленку подняли, пролили водой И накрыли пленкой обратно Почему так необходимо делать? Когда у вас набирает прочность цементно-содержащий раствор Он выделяет огромное количество тепла Влага испаряется А без влаги не будет набора прочности Поэтому постоянно в течение 5-6 дней Нужно проливать стяжку, чтобы напитывать ее водой И помогать цементному камню набирать заданную прочность После того, как уход за стяжкой выполнен Подрезаете шумонет и демпферную ленту по периметру И получается вот такая вот история В идеале, уже ближе к концу ремонта, к финишу Вы проходитесь по периметру при помощи виброизоляционного герметика Это самый оптимальный вариант, самый правильный И если у вас будет такая возможность, обязательно это делайте А пока у вас сохнет стяжка, вы можете делать электромонтаж Электрику мы делаем по потолку в серой ПВХ-гофре Кабель у нас ВВГ, НГ, ЛС, ГОСТовский Сейчас это самая оптимальная из комбинации цена-качество Гофра у нас ДКС и клипсы аналогичного производителя Очень важно при электромонтаже, чтобы ваш кабель не выпадал из клипс И не падал не на натяжной потолок, и не на потолок из гипсокартона Чтобы ваша гофра держалась крепко в клипсах И следующий очень важный момент при электромонтаже Это вертикальность штроп Никаких горизонтальных, никаких под 45 градусов Строго вертикальные Потому что спустя месяц, когда вы будете вешать мебель в квартире Вы забудете, как у вас проходит кабель, и обязательно в него попадете Не вы, так мебельщики Поэтому штропы должны быть строго вертикальные Видите под розетик, значит кабель у вас идет строго вверх Либо строго вниз, если вы решились на укладку электрики по полу Вот так выглядит электрощиток для квартиры площадью 35 квадратных метров Каждый потребитель у нас подписан Чтобы было понимание, кто за что отвечает И еще очень важный вид работ, про который забывают на этапе инженерного ремонта Это прокладка трассы для кондиционирования Даже если вы сейчас не хотите кондиционер Сделайте его, заложите трассу Оборудование купите позже Но трассу необходимо заложить сейчас Потому что если вы уже будете делать после того, как живете в квартире То есть это грязь, это ничего не спрячешь Это грязь, коммуникации уже никак не спрячешь И придется их монтировать открытым способом Это некрасиво, поэтому на этапе инженерного ремонта Позаботьтесь о том, чтобы проложить трассу для кондиционера По поводу откосов Из чего их делать И в каких случаях какой материал применять Вот вы видите, что сейчас откосы не отделаны У нас они на этом объекте будут сделаны из ГВЛ Это гипсулакнистый лист, влагостойкий материал И если бы толщина откоса, то есть расстояние от рамы до бетонного откоса Было 2-3 см, то мы оштукатурили бы этот откос Так как у нас здесь порядка 7-8 см, то здесь будет выполняться откос из гипсулакнистого листа Потому что слой штукатурки 8 см на откосы Это такая не очень правильная история И есть вероятность, что она отвалится со временем Поэтому лучше здесь использовать ГВЛ Поэтому до 3 см вы штукатурите Свыше 3 см вы используете ГВЛ После того, как смонтирован весь электромонтаж Ставите самые дешевые розетки и выключатели И при помощи них, во-первых, проверяете, как вам сделали электрику И второй момент, вы ходите по квартире и смотрите, как у вас организовано включение-выключение освещения Какие доступы к розетке, удобно, неудобно То есть на этом этапе еще можно передвинуть влево-вправо Добавить какие-то элементы Потому что потом это сделать уже будет намного дороже и дольше Вот такой проект у нас получился Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях Либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к этому видео Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok